Здравствуйте! У нас есть доказательства, которые регулируют направление движения по полосе... Одного большого знака сверху целый урок предлагает уставить два. По сторонам в райжной части один, где водитель и... Авторадио слушайте! Они ждали! Привет, авторадио! И, конечно же, прежде, чем мы перейдем к серьезным, главным, философским, жизненным вопросам, начнем все-таки праздничным. Давайте громко, также радостно поздравим Сергея с его прошедшим, но все-таки совсем недавно прошедшим юбилеем. Первого праздника! Праздник был грандиозный, Кобяковский. Был грандиозный праздник, действительно, ярко и шумно мы отметили, невероятно был красивый. Весь вид шоу-бизнеса собрался, отожгли все. Не то слово. Потом, на следующий день, 2 апреля, все соцсети гудели от различных воспоминаний, от видео, как все плясали, танцевали, пели и отдыхали. Я очень хотел, чтобы отдохнули все, и так и получилось. Слушай, ну, соцсети гудели не только, знаешь, от того, как было весело и ярко. Было еще очень трогательно, потому что первым тебя поздравил твой сын. И это было вообще самое, по-моему, умилительное поздравление. Пока это самый лучший подарок, и это действительно было поздравление моего сына, который с утра ко мне пришел и начал петь песню «Пусть бегут неуклюзие», пасиходы, по лужам. Да, и вручил мне невероятно красивый рисунок, который он сам рисовал специально для меня в день рождения. Это было очень трогательно. Я вот поделился даже этим видео со своими подписчиками, потому что это невозможно такое в себе держать. Слушай, я отдельно не знал, что у Сергея день рождения 1 апреля, потому что мне кажется, люди, которые здесь 1 апреля, это особенные люди вообще. Ну, вообще-то правда. Ну что, ну что, ну как ты умудрился, знаешь... Это не я, это мама. Я могу подождать, между прочим, но как ты умудрился. Ты знаешь, свой юбилей, понимаешь, вопрос свой юбилей поставить шоу, вернее, даты, премьеры, юбилей, вернее, шоу. Господи, что я запуталась в трех словах-то. Коротин, у него тут премьера шоу, потом юбилей, потом опять премьера шоу, потом опять премьера шоу в разных городах. Как раз наоборот, очень все логично, к 35-летию я сделал новое шоу, и в прошлом году мы отъездили с Touring the Best, мы вообще с ним посетили огромное количество городов, два года ездили, ну и я обещал, что будет новое шоу к 35-летию, полгода мы его готовили. Об этом поговорим подробнее, а сейчас дай все-таки песню. Ой, с большим удовольствием я начну с песни, которая активно сейчас везде ротируется, песня, которую написала для меня Ирина Дубцова, называется она «Сдавайся». Поехали. Авторадио, я рад быть у меня в гостях. Живой звук, друзья. Когда обиды сойдут на нет, когда ты будешь готова гореть в огне, когда ты будешь готова простить меня, пустить меня в свой рассвет, когда желание одержит веру, когда от жажды остаться с тобой навек, я перестану бояться, что мне в небес вся жизнь мне это конец. Сдавайся, твои твои мечта, и я прошу, возвращайся. Сдавайся, в моей пустыне ты не наш, но не исчезай. Я не верил, что ты осыпил, что как не ослабил, высекая, я больше тебе не прав. Сдавайся, на расстоянии двух шагов, когда я буду коснуться, тебя готов, для слова, что не появится пропасть и любовь у нас все спасти. Когда захлопнется твой каплан, когда я буду готов убереть хода, для слова, что перестанешь паснить меня, встала, что злотая игра. Сдавайся, твои твои мечта, и я прошу, возвращайся. Сдавайся, в моей пустыне ты не наш, но не исчезай. Я не верил, что ты ослабил, что ты ослабил, что ты ослабил, высекая, я больше тебе не прав. Сдавайся, я больше тебе не прав. Сдавайся, в моей пустыне ты не наш, но не исчезай. Я не верил, что ты ослабил, что ты ослабил, что ты ослабил, высекая, я больше тебе не прав. Сдавайся, в моей пустыне ты не наш, но не исчезай. Я верил, что ты ослабил, что ты ослабил, что ты ослабил, высекая, я больше тебе не прав. Сдавайся. АПЛОДИСМЕНТЫ Динамо, не смотрю, он мне, у нас плохо не застанешь. Да, я же и в театр играю. Но сейчас все-таки про музыку еще одна песня из шоу из иентура «Шепотам». Мы с тобой шепотам, шепотам Спрашивали, что потом, что потом будет Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудут. Шепотом, шепотом, спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что мы разные люди. Кофе, алкоголь, не стирает боль, только ароматы твоих духов. Если бы могла говорить любовь, прозвучал бы шепот довольно слой. В этой тишине исчезает суть, это ты молчишь или я кричу? Это ты во мне или это дуть? Только прожептать себе, как хочу. Мы с тобой шепотом, шепотом, спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что мы друг друга забудем. Шепотом, шепотом, спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что мы разные люди. Мысли рассыпают себя в песок, стрелки на часах разделяют нас. Тишина спасает от лишних слов, но цена спасения льется из глаз. Шепотом, 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 спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что мы друг друга забудем. Шепотом, шепотом, спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что мы разные люди. Рожные, разные, разные люди. Мы с тобой шепотом, шепотом, спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что мы разные люди. Шепотом, 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 шепотом. технологичнее, удивительнее, сказочнее, уже я не знаю, куда еще можно расти, и вот куда дорос ты, и как ты сам оцениваешь уровень, с которым выйдешь 19 апреля? Я могу сказать честно, что я к себе очень переделчив, я самокритичен, я перфекционист по натуре, поэтому я всегда стараюсь лучше, лучше, лучше и повышать планку. У нас было очень красивое предыдущее шоу The Best, но сейчас уже, премьерив и дав первые два концерта в Санкт-Петербурге и в Минске, вот с этим шоу Санктуром буквально несколько дней назад, я уже даже по видео, по фотографиям и вообще по внутреннему ощущению понимаю, что мы подняли планку, что мы сделали еще лучше, еще лучше, еще краше. Еще особенность этой программы в том, что 90% песен на русском языке, я обычно пел больше на английском, начинал с этого, да, постепенно переходил на русский текст, и вот сейчас в основу этого шоу ввлек новый альбом в эпицентре, который полностью был записан на русском языке, и 90% песен в этом шоу звучат на русском, что, как на мой взгляд, для меня тоже в новинку, и на мой взгляд, как-то отличает еще от предыдущих моих программ. А компенсировал ты себе все-таки тем, что 1 апреля запустила англоязычный альбом полностью, чтобы как-то баланс-то восстановить. Баланс все-таки есть, потому что есть Таня, которая меня знает и любит еще и по английским песням, и скучали по английским песням, поэтому я в декабре 2017 выпускал альбом в эпицентре полностью на русском языке, первый мой русскоязычный альбом по факту, а вот 1 апреля, в день моего рождения, я все-таки запустила англоязычный альбом англоязычный The One, и так, чтобы сбылать силы, действительно, для тех, кто меня послушает по-английски, ну и, в общем-то, в какой степени для себя тоже, потому что я люблю, люблю петь на иностранных языках. Слушай, ну это нормально, один диск выпускаешь на русском, и тут же переводишь на английский. Просто два диска одинаковые песни на разных языках. Ну, получилось не совсем одинаковые песни, некоторые звучат только на английском, а некоторые только на русском, то есть это два разных альбома, есть, конечно, пересечения, но, тем не менее, это все разные альбомы, и мы выпустим специальную версию на CD, хотя сейчас уже это не совсем актуально. Напомин какой-то прям! Ну, спасибо, скажи, что мы и видим. Нет, CD просто подарочное издание выпустим, должно быть, остаться в памяти. Возвращаясь к шоу. Сейчас, наверное, с одной стороны, никого не удивишь, потому что, например, хореографы, которые работают на двоих шоу, это те, которые работают с Мадонной, с Макминашем, с Бритни Спирс, с кем еще. Ну, а не удивишь? Нет, ты что? Я могу сказать, что, может, кого-то не удивишь. Мы не следите, мы собираемся удивлять. Димыш, убери меня. Мы не именами пытаемся удивить, мы пытаемся удивить постановками, новыми подходами. Заметьте, да? Ну, действительно, по-другому немножко... По-другому они слышат музыку, по-другому ставят. И шоу, которое состоится 19 апреля, оно достаточно технологичное, оно красивое и по костюмам, и по спецэффектам, и по номерам, которые были поставлены. Особенность еще та у иностранцев, потому что они ставят сразу с актерскими задачами. Не просто набор движений, а это сразу некие предлагаемые обстоятельства, в которые они погружают артиста. Это мини-спектакли, да? Это мини-спектакли. О том, как Сергей Лазарев сыграл Папу Римского, мы поговорим в 19 апреля следующей песне. С большим удовольствием. Ну, давайте исполним песню, которая называется «Так красиво», потому что, поверьте мне, будет действительно в олимпийском очень красиво. Твоя любовь издавала сгуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, а тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь, это так красиво. Твоя любовь, это так красиво. Твоя любовь, это так красиво. Твоя любовь меня доводила, но Твоя любовь, это так красиво. Твоя любовь. Твоя любовь вопускала блеск, Прощала крики, по нервам пила, Прощала боль, признавала резик. Твоя любовь по мне всё верила. Твоя любовь прикасаясь к телу, Меня во время носа похожи Твоя любовь становилась целым И звучит с ней что-то непохожие Запоём? Твоя любовь, это так красива Твоя любовь, я диктатор села Твоя любовь лишь маё вспетила Твоя любовь, это так красива Твоя любовь, это так красива Твоя любовь, я диктатор села Твоя любовь меня доводила, но Твоя любовь — это так красиво Твоя любовь — это так красиво Твоя любовь — это так красиво Твоя любовь меня доводила, но Твоя любовь — это так красиво Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 На внутренней стороне МКАД от Младогвардейской улицы до Волоколамского шоссе, на внешне от Боровского шоссе до Ясенева. Далее затруднены Большая Серпуховская и Симперопольская улицы от Мичуринского проезда до Индустриальной улицы. 30 минут оставите на Волоколамском шоссе с около до улицы Академика Курчатова. 20 минут отберут улицы Мневники, проспект Маршал Жукова от Звенигородского шоссе до Живописного моста. Затруднены Ломоносовский и Нахиманский проспект от улицы Лебедева до Профсоюзной. И 20 минут оставите на Щелковском шоссе. В робком люди аплодируют, да? 20 минут на Щелковском шоссе от 15 парка улицы до поворота на поселок Восточный. Зрители всей страны с замиранием сердца следят за мистическим трейлером Гоголь Вий. Исполнитель одной из главных ролей Евгений Стычкин завтра утром в гостях у Демидова и Абрамяна. Обсудим смелый кинематографический эксперимент. А также узнаем, где тюнингуют свои авто главные голливудские звезды Джастин Бибер. Тревел-блогер Ману Чаподзе заглянул в самую пафосную автомастерскую США. В ночном небе нет комет. Ставь.